Первые результаты национального проекта экология Своими глазами первые результаты национального проекта экология Наверное, многие сталкивались в интернете или в СМИ с недовольством, вызванным тем, что давно анонсированные национальные проекты пока никак не проявляют себя в виде конкретных результатов обычно В такие моменты я вспоминаю поговорку «русские долго запрягают, но быстро едут» И это как раз тот самый случай Так как прежде чем начать делать что-то реальное и осязаемое, нужно провести тендеры, найти подрядчиков, заключить договоры, разработать и утвердить конструкторскую и проектную документацию И если речь о государственных деньгах, то и не сказать, что какой-то из этих этапов лишний Но все же хочется побыстрее, не терпится увидеть реальные результаты амбициозных планов И вот нам представилась возможность посмотреть на одну из первых ласточек национального проекта экология, а точнее его подпроекта оздоровления реки Волги Минприрода Республики Татарстан организовал пресс-турно наиболее готовую на данный момент станцию очистки сточных вод из тех, что возводится сейчас в рамках нацпроекта Находится она в поселке Алексеевской Республики Татарстан Не судите строго, объект еще не закончен, срок его сдачи лета 2020 года К этому моменту должны быть построены 8 объектов на сумму 1,6 миллиарда рубль, а к 2023 году сдадут 24 объекта Работы по всем 8 объектам начались, и пока все идет по графику Чтобы понять важность этой очистной станции, достаточно просто взглянуть на документ, предоставленный нам Республиканским Минприроды Это показатели, которые зафиксированы в воде, прошедшие очистку через существующую станцию, запущенную здесь в 1990 году Станция попросту выработала свой ресурс, и уже не справлялась с очисткой стоков Поэтому было принято решение строить новую От старой останется лишь насосное оборудование, которое будет использовано в работе новой станции На данный момент завершено строительство корпусов, их здесь два, они идентичны Подведен газ, установлены два газовых котла и газораспределительный шкаф Проложены водопроводы и канализационные сети общей протяженностью 1,8 километра Завершено строительство илового отстойника и площадки ДБО В ближайшее время начнется монтаж оборудования, которые уж завозятся на объект Кстати, оно здесь будет российского производства Общий объем финансирования объекта составляет 148 миллионов рублей По результатам возведения объекта, сокращение отведения загрязненных сточных вод составит 365 тысяч М3 в год Схема работы станции выглядит следующим образом После чего очищенная вода, соответствующая всем предъявленным к ней требованиям, будет сливаться в Кубышевское водохранилище, где-то в этом месте Само место выхода трубы увидеть невозможно, так как труба идет под землей и выходит в 300 метрах от берега Так что работа по нацпроектам идет, и мы в этом убедились Конечно, всегда хочется все и сразу, но так не бывает Да и пословицу про русских не забывайте ГГЛ